Здравствуйте! Мы в сети и в студии Виктора Самусенко. В нашем сайте afondv.ru пользователи обсуждают решение рабочей группы правительства России, которая посчитала, что оснований для отказа размещения под Красноярском завода марганцевых феррасполов недостаточно и рекомендовала администрации Емельяновского района выдать компании ЧексУВК разрешение на строительство. Комментарии более чем пессимистичны. Вот, например, Сергей Нечаев пишет, что Москва хороший, так сказать, обращаясь от москвичей, хороший сибиряк, мертвый сибиряк. Да уж, пессимистично. Геннадий Хардиков пишет, что кто же ожидал другого решения. Михаил Крес уверен же, что не послушать Москву никто не посмеет. И завод, если следовать его логике, все-таки разместят под Красноярском. Мы же идем далее. Скандал развернулся вокруг сервиса Skype. Итак, которую недавно приобрела компания Microsoft. Так вот, сказалось, что Skype теперь не такой уж и безопасный и незащищенный, каким был ранее. Речь, скорее, идет не о безопасности, а об анонимности и приватности. Все дело в том, что в прошлом шлюзы для чата и аудио-видеозвонков устанавливались на мощные компьютеры самих пользователей, которые скачали себе приложения Skype. Теперь же Microsoft ставит их на своих серверах, а это существенно облегчает процедуру прослушки разговоров. А задачные пользователи старательно и внимательно изучили соглашение. Кто его когда изучает? Всегда все ставят галочку при установке и нажимают далее. Так вот, они изучили соглашение и выяснилось, что по его условиям Skype имеет право передавать личные данные спецслужбам. Компания же Microsoft все обвинения отвергает, как и год назад, когда в интернет-СМИ появилась информация о том, что к шифровальному алгоритму Skype получит доступ Федеральная служба безопасности России. Идем далее. Компания Ауди, которая, конечно, не нуждается в нашей рекламе, представила новое семейство R8. Мировая премьера которого должна состояться в августе на автосалоне в Москве. Итак, смотрим. Итак, что мы видим? Новое семейство R8 получило новую фару. Вот так сложновато разглядеть будет. Новый передний бампер. Что примечательно, фары теперь на всех моделях R8 будут полностью светодиоидные. Сзади новые задние фонари. И что еще? Также новый задний бампер. В общем, вид несколько изменился. Может быть, стал более таким солидным. В салоне практически ничего не поменялось, кроме переключающих скорости лепестков. Двигатели останутся теми же. А вот трансмиссия изменится. Сообщается, что коробка станет семиступенчатой, преселективной, типа S-троник с двумя сцеплениями. Это как на Камазе, что ли? Ну ладно. Продажи обновленного R8 на европейском рынке начнутся в конце года. Цены уже известные на этот суперкар в Германии. Он будет продаваться от 113,5 тысяч евро. И напоследок к выходу готовится видеоблог моей коллеги Ксении Кащеевой, которая свой отпуск провела в Сочи. Правда, настоящего профессионального журналиста действительно даже отдых не остановит. Поэтому Ксения провела небольшое такое расследование на тему того, как строятся олимпийские объекты. Вот фрагмент из него. Если есть какое-то слабое отстранение, в любом случае успею. Потому что на сегодняшний день можно сказать, что большой процент уже перешел на то, что будет все готово. Полную версию видеоблога Ксении Кащеевой смотрите на нашем сайте afontovo.ru. Мне же остается добавить, что свои темы для новостей и комментариев вы можете отправлять нам с помощью социальных сетей. Афонтовы новости есть в ВКонтакте, Твиттер, Фейсбук, Скайпе, Одноклассниках, также новой социальной сети Galaxy. Кроме того, работает наш сайт afontovo.ru, где каждый день обновляются видеоблоги, куда мы обязательно выкладываем все, что выходит в эфир. И помните, мы не только в эфире, но и в сети. И главное, берегите себя.